Ммм, сейчас бы сосисочки на костре, или стейк, ну или шашлыки на худой случай. Ой, милый, посмотри, что я нашла. Какие интересные барбекю наборы. Ммм, круто. Слушай, нужно заказать. Ну и подписчикам покажу. Стейк пока готовить не на чем, но вот шашлычок грех с хорошей компанией не сделать. Тем более, что в помощниках есть, помимо друзей, два мультиинструмента для барбекю от фирмы Роксон, большой и маленький. Сначала рассмотрим поменьше, а потом большой. И еще два полезных устройства. Итак, это компактная версия мультиинструмента для приготовления барбекю. Он состоит из металлических лопатки и вилки, которые могут использоваться как самостоятельные инструменты. Или вместе. Они образуют удобные щипцы. Кроме того, в инструмент встроенная плоская отвертка для бутылок. Эта модель хорошо подходит для любых поездок на пикник или кемпинг. Она будет полезна и на даче. Поворотная конструкция каждого из элементов превращает их в полноценный инструмент, которым удобно пользоваться. Вилка имеет 4 зубчика с небольшими зазубринками для большей надежности. Лопатка немного изогнута, чтобы работать ней было удобнее. Кроме того, на ее поверхности сделан целый ряд отверстий. Это чтобы сквозь них мог стекать лишний жир. Самое большое отверстие – это встроенная открывалка для бутылок. Основным материалом для инструмента является сталь 430. Это хорошо защищенная от коррозии нержавейка, за которой просто ухаживать. Сделанные из нее инструменты будет достаточно помыть после использования и протереть насухо. Второй набор немного побольше, ну и посерьезнее. Этот мультиинструмент для барбекю состоит из складного ножа, лопатки и вилки. Каждый элемент разработан таким образом, чтобы быть удобным, простым в использовании и нетребовательным в уходе. Основным материалом для них является сталь 5SR15MOV. Это сплав с хорошо выраженной стойкостью к коррозии. Весь набор состоит из трех частей и в нем заложены целых 6 функций, которые он может выполнить. Нож сделан складным, чтобы было его удобно транспортировать. В сложенном состоянии он занимает гораздо меньше места и безопасен. Открыть клинок можно, подъев его ногтем за небольшую выемку на лезвии. Кстати говоря, нож оснащен замком Safe Reloc, чтобы и работать с ним было безопасно. Форма клинка у этой модели классическая Drop Point. У него острый кончик для аккуратного разрезания мягких овощей и гладкозаточенная режущая кромка. Длина клинка составляет 13 см. Непосредственно к ножу крепятся лопатка и вилка. Оба инструмента сделаны полностью металлическими со складной ручкой. У вилки 4 зубчика с зазубринками, чтобы мясо не соскальзывало с нее. Есть также отверстия для стекания жира. И они сделаны же и на лопатке. Вилку с лопаткой можно соединить таким образом, чтобы они играли роль щипцов. Эта модель наделена еще двумя дополнительными функциями. В рукоятке ножа размещены штопор и открывалка для бутылок, что на пикнике будет очень кстати. Ах да, для хранения этого мультиинструмента предназначен нейлоновый чехол, который продается с ним в комплекте. Эти оба инструмента реально упрощают готовку и взаимодействие с едой на костре. А если бы был бы гриль у меня или барбекюшница, то это просто кайф готовить с такими инструментами. Нож острейший и все возможности этих мультиинструментов будут очень кстати в готовке. Шашлычок У нас удался не очень, хотя я брал вроде хорошую часть свиньи, клуб называется. А вы какие части в основном берете для шашлыка, что посоветуете? Нож спиннер видели когда-то? Вот и я нет, теперь увидел и даже подержал в руках. Это Роксон СК-01. Штука конечно прикольная, тем более если вы нервный человек, спиннер вроде как успокаивает. Хотя нервным людям лучше нож я думаю в руки не давать. Даже такой небольшой по размеру складной нож способен решить огромное количество важных задач. Это универсальный клинок, подходящий для поездок на рыбалку или охоту, туристических походов и кемпинга или использования в городе. В то же время производители немалое внимание уделили внешнему виду ножа, сделав его дизайн заметным и узнаваемым. Клинок ножа изготовлен из стали с высоким уровнем коррозийной стойкости АУС-8. Это японская марка, известная с балансированным составом и высоким уровнем твердости, несмотря на принадлежность к классу нержавеек. Твердость ножа Роксон СК-01 составляет 50HRS. Он может долгое время сохранять заточку, но довольно просто потачивается обычным точильным бруском. Длина лезвия у ножа составляет 6 см. Он имеет форму дроппоинт с острым кончиком и плавно поднимающийся к нему режущей кромкой с гладкой заточкой. Чтобы использовать этого малыша удобно и безопасно, производители снабдили его качественным фиксатором лезвия. Это замок Liner Lock, сделанный на основе стальной пластины, которая смещается при открывании лезвия и упирается ему в основание. Таким образом, ход клинка остается заблокированным до тех пор, пока пользователь не отодвинет пластину вручную. Данный тип замка считается одним из самых простых, но в то же время и надежных. Он прослужит много лет, а в качестве ухода потребует только периодическую чистку от забившейся внутри грязи. И последней новинкой на сегодня выступил мультитул Rockson Storm S801. У меня на обзоре мультитулов было много, где-то 5 или 6 экземпляров, так что есть чем сравнить. И данный мультитул от Rockson никому не уступает. Что мне сразу же пришлось по душе, так это его габариты и то, как он сидит в руке. Сидит он уверенно и держать его в сложенном виде очень удобно, как раз для моей руки. Роль главного инструмента в нем выполняют плоскогубцы. Они дополнительно оснащены захватом для круглых предметов и функцией кусачек. Все остальные инструменты размещаются внутри двух металлических рукояток. В том числе доступны пила, небольшой напильник, край которого используется как прямая отвертка, открывалка, штопор и стеклобой. Все перечисленные инструменты находятся в одной рукоятке, а в другой размещены нож с гладкозаточенным лезвием, стропорез, консервный нож, гвоздодер, усиленные ножницы и держатель для бит, выступающий также в качестве крестообразной отвертки. Еще больше функциональность инструмента расширяется за счет набора бит и переходника для них. Это своего рода комплект компактных отверток разной формы, с помощью которых можно открутить любой винт. Все биты хранятся в одном чехле, что не позволяет им потеряться. Набор бит, как и сам мультитул, помещается в нейлоновый чехол, который продается вместе с мультиинструментом. Этот чехол защитит мультитул от грязи и потертостей. Он очень износостойкий и легко стирается, когда это нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...